Хотелось рассказать вообще о стране басков и о их культуре. Мне на самом деле это, скажем, было очень интересно, потому что я купила вот такую вот книгу на английском языке, которая называется The Bask History of the World. И пока я там была, её прочитала. Здесь книга, она получается вот такой вот как сборник истории. Культуре здесь входит как история языка, как вообще сама история, как их рецепты, как развивалась вообще страна из одного года в год и так далее, и тому подобное. И, наверное, если кому-то интересно, пару слов вообще рассказать о культуре. То, что почему страна басков, хотя это в Испании, почему называют страной. Дело в том, что это, я, скажем, не буду говорить, как эта книга, что это самый старинный народ Европы, потому что это не совсем доказано. Но, во всяком случае, один из самых старинных, я думаю, точно можно назвать. И этот народ, он, в общем-то, черпает свои корни ещё до Рождества Христова, ещё до Франции, до Испании и так далее, и тому подобное. Поэтому все эти поколения, года, столетия и так далее, этот народ боролся за свою свободу, за свой язык, который тоже очень старинный. И баска, это не испанский, это не французский, и вообще с этими двумя языками ничего подобного не имеет. И если я его прочитаю, то вы даже увидите, что здесь вообще, я не знаю, этот язык ни на что не похож. У меня здесь как раз их гимн герники, не знаю, герникакоку арболаде. Я, конечно, наверное, просто ужасно читаю, потому что этот язык не знаю. В общем-то, ладно, я уже язык поломала, но, в общем-то, вот так вот выглядит баский язык. Страна басков, на самом деле, так как история менялась-менялась, когда-то захватила Франция одну часть, Испания другую, состоит из трёх разных регионов во Франции и из четырёх разных регионов в Испании. И вот этот вот язык басков, он общий для, в общем-то, как Франции и Испании, просто у каждого региона ещё, скажем, свои различия в языке, но они друг друга могут понимать. Скажем, история у них очень тяжёлая. В основном же я рассказывала о гернике, я борясь, в общем-то, за свою свободу, за свой язык, за свою культуру, за свои обычаи и обряды. И мне, если честно, это очень импонирует, интересно, потому что я и купила книгу, потому что противостоять настолько стольким народам во всей вот этой истории, чтобы этот язык до сих пор жил, и их культура, это всё-таки надо быть народом очень таким аттрактивым, с характером. И они такими и являются. Что до сегодняшнего дня, вот даже детки нашего друга, несмотря на то, что они живут в Китае сейчас на данный момент, дети разговаривают как на испанском, так и на баском языке, то, что может во Франции на данный момент язык басков, он уходит и его уже забывают, но на испанской территории он жив как никогда, его передают из поколения в поколение, есть курсы, и детям обязательно прививают это вот с детства их культуру. И хотела рассказать ещё, у них, конечно же, есть национальный танец, который во время свадьбы танцоры, в общем-то, продемонстрировали, у них есть свой флаг, свой гимн, свой язык и так далее, и тому подобное. Поэтому всё-таки до сих пор называют страной басков, у них автономное, в общем-то, правительство, но они являются, конечно, частью Испании. И я хотела вам показать, что их национальным головным убором является именно берет. Насколько любим нами, славянским народом, вообще-то, берет, я сама их очень люблю, у них несколько есть. Я вот купила, видите, их национальный здесь вот с гербом, который сделан именно в стране басков, покупала я его в Бильбао, но производят их в Санкт-Себастьяне. У каждого региона есть свой цвет, чёрный считается традиционным для всех. В Наваре они носят больше красный, по-моему, в Бильбао это синий, и вот с Санкт-Себастьян-Пискуа они носят всё-таки чёрный. Его носят, кстати, я сейчас пытаюсь продемонстрировать, у меня, конечно, маленькая, и вообще-то мужской берет я его покупала в подарок своему папе. Наперёд они его вот так как-то вот носят, вот так вот это выглядит. Вот. Поэтому берет, я теперь получила ответ, почему на английском, на немецком берет, это баска льется, то есть это шапка пасков, потому что истуки как раз несёт оттуда, и потому что это является национальным, в общем-то, головным убором, и даже французы тоже называют берет басков. Я также хотела вам вставить, в общем-то, национальный танец басков, и ким, на мой взгляд, он действительно прям берет за живое. Играет музыка Играет музыка Тоже есть своя традиционная, в общем-то, кухня. Семья нашего друга, она пригласила нас на обед на следующий день, и показать, что же это такое. Это как они, мы побывали в довольно таком рустикальном месте. Если хотите, я взяла карточку, оставлю, вдруг кто-то будет поблизости, и захочется попробовать национальный кухню, настоящий. Этому ресторану уже огромное количество лет, сюда ходили прабабушки, бабушки, и сейчас это мама. И как раз мы там побывали, и они, это семейные, в общем-то, в семью они всегда доходят. Там кускиют огромнейшее мясо, которое они готовят с кровью, как и во Франции. Если вы не любите мясо с кровью, не заказывайте вообще, потому что даже если вы попросите его приготовить полностью, все равно чуть кровью там будет, потому что они так готовят. Еще у них есть блюдо из рыбы, которое называется бакалау, которое тоже является традиционной. Здесь у меня даже есть рецепт в этой книге. Вообще баски, они в свое время были, у них была монополия, они добывали, в общем-то, мясо кита, и вообще рыбные всякие продукты, и продавали, в общем-то, в другие страны, импортировали, экспортировали. Вообще их даже называют капиталистами до капитализма, потому что они настолько головастые делали бизнес, что они импортировали, экспортировали все, что только можно было, и трудолюбивые, и как раз вот здесь это очень интересно описывается из года в год. Что и как это происходило, они очень много чего испортировали в Америку, импортировали, конечно же, все, что из Америки. Мы знаем, и у них также очень много используется Бобобовых, которые тоже, конечно же, пришли из Америки. Что ж, я думаю, дальше я углубляться не буду. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, кто еще не подписывается, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующей встречи, до новых видео. Всех целую, всем пока.